Особое мнение на 101FM Не знаю, как остальные перевозчики, но автотранспортное предприятие пока не подавало заявку в РСТ, хотя бы потому, что еще неизвестно. Для того, чтобы подать заявку, мы должны просчитать экономику следующего 2021 года. Мы пока ее просчитать физически не можем, потому что как раз в настоящее время проходят торги, аукцион по контрактам. Соответственно, мы пока не можем на 100% быть уверенными, когда кто выиграет тот или определенный лод или маршрут. Поэтому просто, что называется, пальцем в небо, я считаю, что это будет, наверное, неправильно. Но как только нам станет известно, какой лод АТП выиграет и какие маршруты будут у нас в следующем году, безусловно, по рекомендации коллег из администрации, мы, скорее всего, будем подавать в РСТ. Хотя я считаю, что в период пандемии перекладывать на пассажиров, на жителей региона дополнительную нагрузку в виде повышения стоимости проезда, это как минимум неправильно. Мое мнение, что ни региональные, ни муниципальные бюджеты не смогут эту нагрузку потянуть, потому что у них и так сейчас, на самом деле, глобальные расходы не запланированы. Но федеральный бюджет обязан участвовать в последствиях пандемии. Перекладывать все на пассажиров, повторюсь, будет неправильно. А вот эту вот помощь из федерального бюджета, ее нереально запросить или ее уже там запрашивали, ее не дают? Ну, пару цифр. То есть на сегодняшний день за период пандемии автотранспортное предприятие недополучило более 270 миллионов рублей дохода. Соответственно, мы в этом году получили 32 миллиона рублей из регионального и муниципального бюджетов. Разницу в оставшуюся сумму. 240 миллионов, да? Ну да, то есть мы воспользовались кредитом по федеральной программе и взяли на зарплату 131 миллион рублей. Соответственно, если мы до апреля 2021 года сохраним количество сотрудников в 90% от июня этого года, то этот кредит не нужно будет отдавать. Вот мы им воспользовались одни из первых в городе Кирове. И, соответственно, нам стало полегче немножечко. Но все равно те расходы, которые мы несем на пандемию, а также разница в выручке, которую мы недополучили по сравнению с докризисным уровнем, они составляют достаточно много десятков миллионов рублей. А вот, ну, вы назвали 240, да, получается? 240 минус 131, ну, то есть получается... 130, 110 миллионов. Это вот за какой период прибыль ваша? То есть сколько месяцев надо там в пустую... Ну, слово прибыль автотранспортное предприятие не слышало уже много лет, поэтому о прибыли тут никакой речи не идет. А как тогда из этого выпутаться только помощью очередной можно получать? Ну, то есть, не беря во внимание даже пандемию, как должен работать общественный транспорт и как он работает в других развитых и странах, и городах, должно быть два тарифа. То есть тариф для перевозчика экономически обоснованный, да, и тариф для населения. Соответственно, разницу, потому что у перевозчика есть затраты, которые необходимо нести. Общественный транспорт, я повторюсь, и это не только мое мнение, это мнение крупных экспертов. Общественный транспорт такой, который нас бы устроил, пассажиров, он никогда не будет работать в прибыль. Соответственно, разницу, либо мы будем ездить на страшных грязных автобусах, да, либо мы будем ездить на тех автобусах, которые бы нас устраивали. Поэтому говорить о прибыли здесь, ну, наверное, как минимум неуместно. Это такая же социальная сфера, об этом неоднократно заявлял наш президент. Поэтому есть куча нормативных документов, как должна рассчитываться стоимость, начальная максимальная цена контракта, стоимость услуг перевозчиков. Это 158-й приказ Минтранса Российской Федерации. Все ближайшие регионы, там практически все ПФО работают уже по этим нормативным документам. Но вот Кировская область пока, к сожалению, на последнем-предпоследнем месте по дотациям на общественный транспорт. Взять и переложить все на пассажира, но мы придем к тому, что скоро пассажир вообще откажется от услуг общественного транспорта. Сейчас, говорят, такой наплыв в автошколах. Что касается личных автомобилей, то да, но что касается водителей автобусов и троллейбусов, я вам скажу, что отток серьезный. Люди уезжают в другие регионы, люди уезжают и уходят в другие сферы деятельности. И, соответственно, на сегодняшний день у всех переводчиков в городе Кирове не хватает водителей и кондукторов в больших пропорциях. А вот вы говорите, вам нужно сохранить коллектив до апреля. А это что значит? Это значит, одни увольняются, на их место новых братьев или надо всех тех, кто есть? Нет, должно быть. То есть, если на июнь 2020 года количество сотрудников нашего предприятия было 1196, Таким оно должно остаться? Она должна остаться не ниже 90% от этого уровня, соответственно. Отток в 100 с лишним человек, он, в принципе, допускается. Ну, либо замена этих людей. Да, конечно, конечно. Давайте еще вернемся к стоимости билета. Успел я себе отметить. Вы говорите, что, во-первых, администрации было рекомендовано. Ну, извините, было официальное письмо от администрации, где они открестились от того, что была какая-то рекомендация. Вы почему так говорите? Ну, мне лично рекомендовал начальник департамента городского хозяйства Зотин Сергей Анатольевич. Соответственно, его, наверное, мнение вы не запрашивали, да? Соответственно, нам было рекомендовано, поскольку он является председателем совета директоров нашего предприятия, нам было рекомендовано обратиться в РСТ за изменением стоимости проезда, потому что убытки, которые, как я уже говорил, мы получили, нам их неоткуда взять. Либо с пассажиров, либо из бюджета. Ну, раз бюджеты у нас дефицитные, то приходится брать с пассажиров. Это не мое желание. Я, скажу честно, я против того, чтобы повышалась стоимость проезда. Но у вас нет выхода, и вам придется... У нас выхода нет, да, у нас есть расходы, которые мы несем. Более того, сокращать количество подвижного состава пропорционально сокращению пассажиропотока нам не разрешили. То есть, если учесть, что на сегодняшний день пассажиропоток отстает от прошлого года на 20%, и составляет сейчас 80%, то количество транспорта было бы сократиться. По крайней мере, мы бы сократили свои издержки. Плюс у нас также, как и во всем городе Кирове, болеют водители, кондукторы, другие работники, потому что всех затронула ситуация с пандемией. Но мы выезжаем, мы работаем. Мы на сегодняшний день, как я уже заявлял, лучшее предприятие по машино-транспортной работе в городе впервые за 5 лет. История АТП такое произошло. По выходу вы имеете в виду на маршрут, да? По порядку. Вы столько всего уже успели сказать, а я еще ничего не успела спросить. Ну, давайте тогда по пассажиропотоку, да? Вы сказали, что на 20% он упал. С чем это связано, кроме того, что... С тем, что некоторые предприятия работают по удаленной схеме, с тем, что некоторые учебные заведения перешли на дистанционный режим обучения, с тем, что кто-то потерял работу. Не секрет, что в центре занятости до пандемии находилось на учете, не могу соврать, примерно полторы тысячи человек, то сейчас там более 12 тысяч человек. Поэтому вот это как раз те цифры, которые мы потеряли. Но понятно, что ситуация улучшилась по сравнению с апрелем этого года. Там пассажиропоток достигал 60-70% минус по отношению к прошлому году. Соответственно, мы также ездили, как и до пандемии, поэтому затраты как несли, так и несем. А вот по поводу повышения. На 4 рубля, да, повысили? Ну, это много. Теперь хотят еще два добавить. Ну, получается, 4 для перевозчиков оказалось мало, а эти два-то они как-то спасут. Ну, я вам скажу, что мы последние несколько лет автотранспортное предприятие, то есть напомню, что я только в этом году его возглавил, но даже до прихода меня предприятие никогда не работало с экономически обоснованным тарифом. Если по прошлому году экономически обоснованный тариф был примерно 27 рублей, а стоимость проезда была 22 рубля, то в этом году как раз в том числе из-за пандемии, из-за 9 месяцев этого года, там, сведя баланс, мы видим, что экономически обоснованный тариф на автобусах – это 31 рубль, по нашему предприятию на троллейбусах – 39 рублей. Даже если стоимость проезда повысится на 28 рублей, как Александр Анатольевич сегодня заявил, то это все равно будет не экономически обоснованный тариф, и все равно мы будем ездить в убыток. Но это почти большая часть уже за счет жителей. Да, конечно. Давайте перейдем еще к одному заявлению. Александр Анатольевич, в следующем году планирует закупить где-то 200 единиц техники, автобусов и троллейбусов. Вот вы что-то об этом знаете? Что это? За чей счет? На чей баланс? Это уже какая-то работа по созданию единой транспортной компании? Ну, я в эту ситуацию не погружен. Более того, я, как и вы, узнаю, наверное, только из средств массовой информации, что готовится приобретение 200 единиц транспорта. Если это будет, например, в рамках безопасных и качественных автомобильных дорог, национального проекта, по которому в этом году мы два раза уже не попали, то это будет обновление большой и особо большой класса. Они не попали почему и почему теперь это может быть возможно? Мое мнение, что в этом году Министерство транспорта Кировской области не совсем качественно подали заявку туда, не совсем продумали тот или иной алгоритм работы. Что будет в следующем году тяжело прогнозировать, но понимая, что у нас много мероприятий для того, чтобы попасть в эту программу не сделано. Это и выделены полосы, и схемы организации работы общественного транспорта и так далее. То есть я думаю, что не исключено, что в следующем году мы можем не попасть. Я, конечно, очень надеюсь, что наша область когда-то все-таки добьется хороших показателей, и мы будем ездить с вами на новых красивых, хороших, экологически чистых автобусах. Я поддерживаю слова Александра Анатольевича, что обновляться надо, безусловно. Но пока мне, к сожалению, неизвестны источники обновления. То есть, скорее всего, это будет лизинг, но должен быть первоначальный взнос, раз. Второе, если без первоначального взноса и, скажем так, не вырастут доходы перевозчиков, то кто будет окупать этот лизинг, где мы возьмем деньги. То есть мы можем обновиться-то и сейчас, если бы у нас были деньги. Более того, мы в этом году автотранспортное предприятие, сократив большой объем затрат, сэкономили деньги, хотели приобрести 10 автобусов новых, но, обратившись в администрацию, нам пока настоятельно рекомендовали отложить этот вопрос. Почему? Пояснить нам ничего не смогли. Мне лично, там, Печенкин, Дмитрий Александрович, просто позвонил и сказал, что пока не время. Может быть, из-за того, что пандемия еще не закончится. Может быть... Из-за того, что убытки. Из-за того, что, да, убытки предприятия. Но нет-нет, как бы мы хотели, у нас были деньги на это. Это в этом году, да? Да, да. А на следующий год есть какие-то планы у вас, у города по закупке? Ну, может быть, у города и есть. Нас пока в это не посвящают. Но напомню, что федеральная газовая программа, по которой предусмотрены субсидии для производителей техники, она действует примерно с июня, с конца мая до декабря ориентировочно, пока не закончатся деньги федерации. Соответственно, для того, чтобы попасть под эту программу, нужно заявки уже подавать, ну, наверное, до конца года как максимум, либо в начале следующего года. Поэтому мы пока в неведении. Не подавали заявки или вы не знаете? Ну, вот я говорю, мы хотели подать на 10 автобусов, и нам готовы их были уже отгрузить до декабря этого года, но нам отказали. А вот по поводу вашей идеи попросить троллейбусы в Москве. Вы сказали, что уже два раза в администрацию с этим обращались. Вот на это как отреагировали, и почему так поздно? У меня еще вопрос. Ведь там в феврале они начали, по-моему, в августе они уже закончили эту программу, а мы только вот об этом говорим. Ну, это просто я поздно анонсировал, скажем так. То есть до недавнего времени я старался те идеи, те проекты, которые у меня есть, пока они не свершатся, не анонсировать. Но для того, чтобы... Ну, получается, уже что-то свершилось? Ну, здесь объясню ситуацию. То есть когда я руководил Киров пассажир автотрансом два года назад, когда Москва в том числе раздавала, в кавычках раздавала бесплатно, и автобусы, троллейбусы начали где-то в этом году раздавать, да, в конце прошлого года, автобусы раздавали давненько. И, соответственно, если для Москвы там пятилетний автобус, это уже старый считается, то для нас в городе Кирове пятилетний это достаточно еще свежий автобус, да. То есть мы направляли заявку через Министерство транспорта там два года назад, но Москва нам, мягко говоря, отказала, потому что понятно, что таких регионов, как мы, у них много. В этом году я в июле, и вот в ноябре этого года направлял заявку. То есть я... Вы направляли в Москву или вы... Мы направляли в администрацию, поскольку понятно, что если мы направим заявку на Собянина, то, наверное, он ее даже не прочтет. Вот, соответственно, мы выходили на администрацию города, администрация уже через правительство подавала заявку в Москву, но, насколько я знаю, переговоры велись, администрация в этом плане работала, тут их, ну, неправильно будет в чем-то обвинять. Но, как я уже сказал, таких регионов много, кто хочет получить там и троллейбусы, и автобусы, и поэтому пока в июле, по крайней мере, был отказ. Но вот с администрацией, там, с отделом транспорта мы две недели назад снова вышли к тому, что процесс снова двинулся, у них еще остались троллейбусы, которые они взяли. То есть мы снова... Я продублировал заявку, да, скорректировал тот объем, который нам необходим, и то есть мы снова попросили. Сколько вы попросили? Ну, мы попросили от 15 до 30 единиц. Троллейбусы, то есть это те троллейбусы, которым на сегодняшний день порядка 30 лет. Ну, если учесть, что в Москве максимум 7-летние троллейбусы работали, то... А у нас 30 лет есть троллейбусы... Вы имеете в виду заменить 30-летние вот на эти вам бы хотелось? Да, да. То, наверное, для нас это были бы одни из новых троллейбусов. Но вот эта заявка пока где-то в работе. Да, то есть вопрос решается. Я, насколько знаю, и правительство, и администрация плотно с Москвой ведут переговоры. Я очень надеюсь, что все получится. А вот по поводу тех троллейбусов новых, да, которые АТП закупали, ну, еще, по-моему, не при вас, а при вас они начали ломаться постоянно. Они начали ломаться до меня, но почему-то до меня не составлялись рекламации предприятию-изготовителю, не велись никакие претензионные работы с поставщиком. То есть все закрывали глаза на то, что троллейбусы ломались. Закрывали глаза по велению предыдущего генерального директора. Когда я пришел на предприятие и увидел, что из 15 троллейбусов, как правило, там 3-4, а то и 5 стабильно находятся в ремонте, были троллейбусы, которые по 2 месяца стояли, не выезжая на маршруты. А они ремонтировались своими силами, правильно? Там ситуация какая? Поскольку они гарантийны, то есть мы должны связаться с заводом-изготовителем, объяснить суть проблемы, пишем рекламацию, и они уже принимают решение, либо они высылают специалистов, либо разрешают нам производить тот или иной ремонт, потому что это гарантия, с нее можно легко слететь. И, соответственно, бывали случаи, когда только через 2 месяца троллейбусы выезжали. Поэтому, а мы же платим лизинг, то есть 160 тысяч в месяц за каждый троллейбус мы обязаны платить. Соответственно, как я уже сказал, никакая претензионная работа не велась, мы ее начали вести. Мы сейчас с поставщиком уходим в суды для того, чтобы возместить наши затраты, наш ущерб. И я думаю, что полгода мы все-таки должны хоть как-то, но что-то возместить. А сами троллейбусы, они все сейчас на ходу, все работают? Все на ходу, да. То есть те нюансы, которые были по техническому заданию, по уголовному делу, которое анонсировала прокуратура и следственный комитет, все это устранено. На сегодняшний день, кроме кондиционеров, то есть систему пожаротушения приехали и установили. Мы этого добились, хотя долго вели переговоры, счетчики все установили. То есть остались только кондиционеры, нам их обещают установить до конца этого года. Безусловно, это делается все за свой счет. Если бы мы, опять же, не подняли этот вопрос и не выявили эти недостатки, то никто бы за это не понес ответственности. А, то есть вы за свой счет это делаете? Нет, они за свой счет. Они за свой счет. Перескочу на другую тему, потому что времени мало, а тема тут у меня много, идея с дезинфекторами в автобусах. Сегодня специально посмотрела, ехала на единицы, он там был, он был наполненный и не сломанный. Вообще пользуются люди? Вот насколько эта идея прижилась? Сделали вы ее по требованию Роспотребнадзора? Или там это ваша инициатива? И, может быть, по затратам расскажете, сколько вообще вот эти все антиковидные мероприятия у вас, еще денег из кармана достали? Что касается дезинфекторов, да, ломаются. Да, держим необходимый запас на складе, чтобы экстренно их заменять. А вообще часто ломаются? Ну, ломаются часто из-за того, что детишки любят поиграться ими. Ну, они такие довольно простенькие, пластмассовые. Ну, смотрите, стоимость каждого в размере там 350 где-то рублей умножить на 200 единиц нашего транспорта, при том, что они там, я говорю, в неделю там по 3-4 дезинфектора ломают, то это немалые деньги. А почему сразу не установили бы какие-нибудь посерьезнее, чтобы они... За тысячу рублей? Ну, извините, я не готов платить такие деньги. Как я уже сказал, мы не то, что недополучили большую часть доходов, мы еще и потратились на пандемию. Что касается цифр, то я вам могу назвать на сегодняшний день только цифру по дезинфекции антисептиком, маскам, перчаткам. Это порядка 900-4 тысяч за полгода мы потратили. Но я вам не скажу цифры поощрения водителей-кондукторов, которые мы ввели, поощрения в размере 2 тысяч в месяц. За то, чтобы маски носили. Это не только маски, то есть соблюдение полностью, все предписания Роспотребнадзора, дезинфекция после каждого рейса, масочный режим, чистые, красивые салоны автобусов, троллейбусов, отсутствие замечаний по трудовой и производственной дисциплине и так далее. То есть за это мы не то, что... Мы решили, что система наказаний, она плохо работает, а система поощрения, она будет работать лучше, и, соответственно, она действительно себя проявила. То есть в наших автобусах и троллейбусах, я уверен, пассажиры не увидят кондукторов без масок. Но сначала, по-моему, тысячи сделали премию, а потом две, да? Да, потом мы сделали две тысячи, потому что видим, что это работает. И, соответственно, у нас прошла недавно проверка Роспотребнадзора, не выявлено ни одного нарушения, хотя у нас брались 51 смыв с поручней, со спинок сидений, с ручек и так далее, автобусов и троллейбусах на ковид. То есть мы можем этим гордиться. Мы одно из немногих предприятий в городе, которые серьезную проверку, которая шла 15 дней, прошли без единого замечания. То есть это говорит еще раз о том, что мы выполняем не только те требования Роспотребнадзора, которые нам рекомендованы, а еще и даже более чем рекомендуются, потому что эти же дезинфекторы, они не являются рекомендацией Роспотребнадзора. Это наше желание помочь и нашим водителям, и кондукторам, и пассажирам. То есть у нас до установки дезинфекторов находились емкости с антисептиками, с пульверизатором у кондуктора. То есть кто хотел, мог воспользоваться. Но понятно, что это больше и для кондукторов необходимо было. Сейчас мы предоставили право всем, кто хочет обработать руки после контакта с деньгами. Вот они ломаются, и вы их меняете на новые, да? Ежедневно проверяется наличие жидкости. Все это доливается, поэтому все это регулируется. То есть мы в этом плане ответственно подходим к своим обязанностям, чтобы пассажиры могли не переживать за свое здоровье в наших автобусах и троллейбусах. А выходит ли тогда экономия, если один за 300 поменять на другой за 300? Ну, смотрите, мы за это время поменяли, я вам скажу, что где-то, наверное, штук 7 всего. Как я уже повторюсь, закупали мы их там 250 единиц, то экономия, она, конечно, существенная. Ну, и самое главное, их в наличии в Кирове не было практически никаких. То есть мы заказывали там с доставкой. Еще давайте вот уж раз начали маски-перчатки, да? То есть, ну вот действительно сейчас, если ехать в автобусе, можно увидеть, что там все кондукторы и даже практически все пассажиры ездят в масках. Вот это за счет чего? Насколько я знаю, были какие-то проверки в автобусах? Вот это как-то повлияло? Повлияли эти 2000 или что? Ну, как налажена работа в нашем предприятии? То есть понятно, что на момент начала пандемии у нас же никто не верил в то, что действительно существует такая зараза, в то, что можно заразиться и так далее. То есть все относились к своему здоровью, ну, как-то наплевательски, да? Если бы мы в апреле зашли в автобус или троллейбус, увидели там 2-3 маски на пассажирах, то сейчас я сам часто езжу на автобусах и троллейбусах и вижу, что процентов 95, наверное, уже пассажиров носят маски. И для того, чтобы они надевали средства индивидуальной защиты, у нас ведется аудио сопровождение, имеется на каждом входе надпись соответствующая, плюс кондуктор к пассажирам, которые без масок подходят и культурно просят их надеть. И мне как-то, да, подходила кондуктор, говорила, рассказывала о проверке, спрашивала, что хотите штраф? Здесь больше повлияло не то, что там нас начали наказывать или еще что-то. То есть понятно, что пассажиру без разницы на мой кошелек, на кошелек предприятия, на кошелек кондуктора, то есть пассажир может быть заинтересован только, когда захочет сохранить свое здоровье, когда сам это, не дай бог, но ощутит. Ну, пример приведу из нашего предприятия. У нас был кондуктор, которая ни в какую не хотела надевать маску. Мы ее и наказывали, и грозились уволить. Ну, то есть она... Времени не помогала. Да, ничего не помогала. Она говорила, я ее никогда надевать не буду, хотите, увольняйте, я буду судиться и так далее. То есть она переболела ковидом, переболела достаточно в такой нелегкой форме. И сейчас можно приглашать ее на проведение инструктажей даже. То есть она к каждому коллеге, каждому пассажиру подходит, да, и говорит, что ни в коем случае не пренебрегайте правилами личной гигиены, носите маски в перчатках и так далее. Ну, то есть человек просто изменился на глазах. И мы рады, что все-таки до человека дошло, что это не просто шутки и байки, да, то есть люди умирают. Вот наши врачи, спасибо им огромное, борются с этой заразой. Но, тем не менее, если мы сами не будем делать все необходимое для того, чтобы не дать распространиться ей, то, наверное, это все будет зря. Вообще очень много статистики разные. Где-то вот я видела, не назову источник, что вообще, по-моему, самое большое число заражений как раз в общественном транспорте коронавирусом. А вот у вас... Я здесь готов поспорить с этой статистикой. Это, наверное, статистика все-таки как-то транслируется из кабинета, да, и где большое скопление людей, наверное, там очевидно, что они могут заразиться. Но, как я уже привел пример, у нас из 51 смыва, взятых в общественном транспорте, нет ни одного даже намека на коронавирус. То есть мы делаем все для того, чтобы пассажиры не заразились, не заразились наши работники. Если говорить о ваших сотрудниках, да, ну, тех же там кондукторах, они как-то бы отслеживали, они заражаются на работе или они заражаются от родственников? Мы все это отслеживаем, безусловно, мы по каждому факту обязаны сообщать в Роспотребнадзор, также выявляем круг контактных и так далее. У нас вот только один случай работника, и то это не водительный кондуктор, который мы не смогли установить, откуда он заразился. В основном заражаются от членов семьи. Не хочу там никого ругать, но, к сожалению, много из госструктур, у кого работают жены или мужья, в первое время начали приносить заразу. То есть мы с первых дней как-то начали сразу с этим бороться и не запускать эти вещи. Но, тем не менее, там, с дошкольных учреждений, с детских садов и так далее, то есть много было принесено извне. И вовремя среагировав, выявив круг контактных, отправив на самоизоляцию, на лечение и так далее. Плюс мы тесты заключили договор, мы отправляем своих сотрудников на бесплатный, за наш счет, за счет предприятия, тесты, которые делают... Всех и часто? ...на кого есть подозрения или кто-то с кем-то контактировал. И, соответственно, нам удается сохранить ситуацию в нормальном состоянии на предприятии. Реклама у нас сейчас полторы минуты, и вернемся в студию. Особое мнение на 101FM Да, это действительно программа «Особое мнение». Хочу напомнить нашим слушателям, что задавать вопросы Денису Пырлогу. У нас в гостях Денис Пырлог, директор Кировского автотранспортного предприятия. Могу не только я, но и все вы. Номер 8-909-720-101 и 0. Пишите в WhatsApp, Viber, SMS. А я пока продолжу. Хочу поговорить о конкурсе, о котором вы уже начали говорить, который проходит сейчас в данный момент. 10 лотов, все верно? Да. 11, по-моему. В том году было 4. Вот это как-то может повлиять на еще, не знаю, больше сложности с вашей финансовой ситуацией? Ну, это не то, что может, это повлияет однозначно. Вы лишитесь своих подрядчиков, подрядчиков? Примерно 35% объема работы, который сейчас осуществляем, соответственно, лишимся подрядчиков. Мы будем самостоятельно осуществлять эти работы, соответственно, эти подрядчики у нас пользуются услугами на сегодняшний день. Понятно, что когда они будут самостоятельны, они не будут этими услугами пользоваться, либо вообще, либо найдут других, более конкурентных в этом плане. Соответственно, сейчас, на сегодняшний день секрета нет. Мы получаем в год примерно 67 миллионов доходов, не прибыли, а дохода, с данных подрядчиков. То есть, какой доход будет в следующем году, говорить понятно рано, но точно он не будет в таких пределах. А зачем тогда это делает город? Это все для людей? Это нам станет лучше или здесь нет? Я считаю, тут два момента. Первое. Есть запрет, скажем так, на работу по субподряду. И администрация не хочет идти на нарушение, хотя в этом году он тоже существовал, но почему-то предыдущим руководством был организован субподряд. То есть, ну, тут как подойти к этому закону, то есть, ну, окей, не будем обсуждать мотивацию администрации, но для пассажиров, безусловно, это на пассажирах скажется. То есть, понятно, что администрации было проще контролировать трех-четырех крупных перевозчиков. Они вызывают меня в администрацию, я уже разбираюсь со своими подрядчиками сам. У них голова не болит. То есть, вам кажется, станет хуже, а не лучше? Качество перевозок и качество работы ухудшится однозначно. Я бы, конечно, хотел, чтобы этого не произошло, но это произойдет. Тут нечего говорить. Только из-за контроля или еще из-за чего? В том числе и из-за контроля. Более того, я напомню, что мы с этого года, с июля, перешли на повременную систему оплаты водителей. То есть, мы исключили в своем предприятии гонки. Получается, мы просто сделали подарок другим перевозчикам. Мы единственные в городе, кто ездит и работает по повременной системе оплаты. То есть, соответственно, конкуренция будет среди других перевозчиков. Если раньше, работая в одном предприятии, мы могли как-то более-менее найти компромисс, то сейчас этих компромиссов не будет. То есть, представьте, будет 11 перевозчиков в городе, и с каждым ты компромисс не найдешь. То есть, у каждого свой кошелек. Более того... Ну, вот эти брутто-контракты. Хотелось бы тоже успеть об этом поговорить. Единый карман, в который будут стекаться все деньги. Вот насколько это реально у нас реализовать? Что касается брутто-контрактов, то я бы не сказал, что это просто спасение для перевозок. Обычно по брутто-контрактам работают такие города, как Москва, Казань, у которых бюджеты позволяют нести затраты. То есть, что такое брутто-контракты? Эта вся выручка будет поступать, например, в определенную организацию, назовем так, в бюджет, да? А бюджет уже будет платить перевозчикам либо по часовую оплату, либо по километражу. Ну, вот, например... Ну, и, соответственно, возникнет разница. То есть, по километражу стоит, например, в Перми на сегодняшний день проходят конкурсы и аукционы. Там стоимость километра большого класса автобуса стоит 127 рублей. У нас на сегодняшний день в Кирове она в два раза ниже. Соответственно, если мы хотим качественные, хорошие автобусы увидеть в Кирове, ну, наверное, она должна стоить примерно так же 120 рублей километр. То есть, не получится ли так, что, собрав эти, там, 2 миллиарда доходов со всего города, со всех перевозчиков, мы эти деньги либо увидим с большой задержкой, то есть, ну, например, два раза в месяц будут перечислять, как в Перми, да, администрация. А мне же надо запчасти покупать каждый день, топливо заправлять каждый день, где я возьму деньги. То есть, тут мелкие перевозчики уже, скорее всего, не смогут участвовать в конкурсах, потому что, ну, прожить там 2 недели без денег, это будет очень тяжело. Более того, поскольку будут оплачивать перевозчикам их работу, если как в других городах, да, там, в развитых, там, в этой же Перми, 127 рублей, вопросов нет, и неважно, государственный ты или частный перевозчик. А если будут оплачивать нам, там, 30 рублей, 40 рублей, и плевать, что у нас, расходов только на 60 рублей с километра или, там, на 80 рублей. Вот это непонятно. Более того, ну, то есть, когда деньги ты держишь у себя в таких объемах, существует большое желание их не выплатить, да, по всяким причинам надуманным. Я боюсь, что кто-то найдется, кто будет этим злоупотреблять. Но не секрет, ведь, что АТП раньше было одной из самых коррумпированных предприятий в городе, потому что, да, соблазн у предыдущих руководителей был. Мне удалось ликвидировать, я считаю, там, на 100% полностью коррупцию в АТП. Я не ворую, мне некуда воровать. У меня нет соблазна к этим деньгам, но что будет с новым единым перевозчиком, и будет ли там такой же директор, например, да, который сможет похвастаться тем, что он никогда ни копейки не украл. Я очень сомневаюсь. А что вот с единым перевозчиком-то, кстати? Ну, я также не погружен в этот вопрос, как и в вопрос приобретения 200 единиц. То есть, если что-то и прорабатывается на уровне правительства и администрации, то нас пока не погружают в него. Удивительно, вот ЦУР, да, президент сказал, через месяц появился ЦУР. Транспортная компания уже больше года. Ну, я очень надеюсь, что все-таки переговоры ведутся, и разговоры ведутся, и работа в этом направлении ведется, но, к сожалению, мы пока о ней достоверно не знаем, как и кто это будет реализовывать. А вот по брутто-контрактам еще, то есть, это такая некая идея, да, которая просто появилась, с вами никак не обсуждалась, когда это все может быть реализовано, непонятно. Ну, вот смотрите, примерно у Кузнецка, да, сейчас там по всей стране идут инфоповоды с данного города, то есть, они в этом году отторговались по брутто-контрактам. Зашел новый перевозчик, там, Питер Авто, и, соответственно, дошло до того, что жители взяли штурмом здание администрации. Ну, к чему это привело? К тому, что появился новый игрок, люди остались там местные без работы, насколько я знаю, там, Питер Авто привез водителей не совсем нашей национальности, которые не знают ни город, ничего, то есть, вот, надо найти компромисс, чтобы и до такого не доводить, потому что, ну, понятно, что, скорее всего, там, и мэра города за это могут снять и так далее, но и сделать так, чтобы, неважно было, пассажиру это точно, частный это или государственный перевозчик, то есть, должны быть равные условия для всех. Я согласен, что должна быть здоровая, нормальная конкуренция, но она не должна доходить до того, что, там, нас будут на поводке держать, там, хотим вам деньги дадим, не хотим, не дадим, то есть, ну, это будет как инструмент, мне кажется, если придет на это место неадекватный руководитель этого предприятия, да, которых мы в последнее время, к сожалению, там, много уже навидались, то это может как инструмент быть сведения личных счетов, например. Ну, представьте, у человека будет вся оборотка, у директора, да, этого, там, единого перевозчика вся будет оборотка, и он скажет, ну, вот, ты мне не понравился, я тебе не заплачу. А так и было в ВТП, я пять лет назад, когда был перевозчиком, я не понравился директору, там, мне не платили, меня довели, там, до серьезных убытков, то есть, ну... Суб подряд. Да, когда я работал еще там. Поэтому, к сожалению, я таких руководителей навидался, и пока у меня масса вопросов в этом направлении. А вот по конкурсу еще опять на год, да, он? Да. А почему? Опять же, по причине того, как и в прошлом году, нас заверяют, что будет работать вот единый перевозчик, и взяли, скажем так, тайм-аут, чтобы проработать этот вопрос. Опять же, здесь без комментариев. В прошлый раз тайм-аут брали еще для того, чтобы схему маршрутную проработать, но... В том числе, да. Ничего, я так понимаю, не меняется, да? Ну, видите, тут сказалось и то, что поменялась глава администрации, поменялась там верхушка администрации, и, скорее всего, сейчас там нового главы администрации какое-то другое ведение. Ну, будем надеяться, что все, что не сделается, будет благо для перевозчиков и пассажиров. Ну, для пассажиров понятно, что на первом месте. Но, к сожалению, я пока не вижу, что какая-то плодотворная работа или обсуждение уже ведутся. А не надо забывать, что там действующие перевозчики в Кирове, наверное, их не надо как-то обходить стороной, все-таки приглашать на какие-то обсуждения, форумы и так далее. То есть никто ведь не говорит, что мы не хотим работать. Мы хотим работать, но должны быть нормальные, прозрачные для всех условия. Две минуты осталось. И осталась моя любимая рубрика. Что сделано, да? Что планируется сделать. Нового, современного, с использованием каких-то гаджетов, информтехнологий. Мы с вами всегда обсуждали это, когда вы были директором КПАД. Вот здесь что-то будет? Ну, повторюсь, что в Киров-пассажиров автотрансе, конечно, было большее поле для реализации своих идей, потому что, ну, когда я пришел туда руководить, три года назад, там до сих пор пользовались рулонными билетами, катушками, да, то есть, ну, можно сказать, что технический прогресс для них наступил только, когда я начал реализовывать те или иные идеи. В принципе, мне это удалось, потому что мой опыт до сих пор перенимают другие областные перевозчики, они также... У нас одна минута, давайте мы перейдем на ТЭП. Сейчас я веду переговоры с банками по программе лояльности для пассажиров, пока не буду все это тиражировать, потому что пока неизвестно, как это будет, но условно там будут копиться, как я хочу, чтобы копились бонусы и так далее, там баллы какие-то, и то есть могли люди их реализовывать, как в транспорте общественном, так и наоборот, который накопят в общественном транспорте на другие покупки. По обычным банковским картам, да? Да, да, да. А вот опять придется вспомнить Чурина, который сказал, что в Кирове хотят внедрять систему оплаты без кондуктора. Это возможно, реально? Ну, я систему оплаты без кондукторов внедрял в Киров пассажир автотрансе, но мне это удалось сделать только на тех маршрутах, на которых низкий пассажиропоток. Это пригород. Если учесть, что в городе Кирове пассажиропоток высокий, то мы либо получим серьезное падение доходов, потому что будут ездить так называемые зайчики. А второе, куда мы денем несколько тысяч работников, переобучить кондукторов на кого-то другого, я думаю, что, наверное, мы не сможем. Или на контролеров? Ну, столько контролеров нам точно не нужно будет. То есть я повторюсь, в центре занятости сейчас 12 тысяч человек. То есть прибавится еще 2-3 тысячи. Если к этому готовы, я вот не готов остаться без кондукторов. Кроме программы лояльности есть еще что-то? Пока все. Пока все. Ну и все я хочу сказать, потому что закончилось наше время и наша программа. Денис, спасибо вам большое. Доброго дня вам и доброго дня всем слушателям.